Сейчас для Сочи важно разработать стратегию развития, и мэрия активно работает над ее реализацией. Прошедший российский инвестиционный форум показал, в этом году представлено меньше проектов, но все они экономически обоснованы и интересны инвесторам. В Сочи скоро приступят к строительству крытого аквапарка и развлекательного центра с ипподромом. К следующему форуму курорт представит еще один объект – гольф-клуб в селе Красная Воля. Такие проекты будут не только интересны туристам, но и сочинцам в плане новых рабочих мест. Кстати, только с начала этого года в Сочи добавились 2000 новых вакансий из пяти по всему краю. Успехи Сочи отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Город привлек максимальное количество частных инвестиций, что будет способствовать его стратегическому развитию. Государственных инвестиций в таком количестве, как у нас было во время подготовки к Олимпийским играм, уже не будет никогда. Ну и наша задача развивать как раз частные инвестиции. Для нас главное – это инвестировать в те объекты, которые нужны городу. И губернатор края к этому относится с пониманием. Отныне объекты строительства в городе смогут появляться исключительно в предусмотренных и утвержденных местах, подчеркнул Анатолий Пахомов. Предпочтительными будут социальные, а жилые – только с учетом необходимой инфраструктуры, обязательства застройщика провести сети и возвести детский сад, школу и поликлинику. Обсудили на планерке и вопрос узаконенных несколько лет назад судом-домах. Госпошнадзоры, сотрудники мэрии промониторят их на предмет соблюдения пожарной безопасности с принуждением собственников привести свои объекты в порядок. Обсудили еще одну важную для курорта тему – вывоз мусора. Мусоросортировочный завод почти год не выполняет свои прямые обязательства по вывозу отходов. Ситуация, в которую завело город это предприятие, стала темой многочисленных спекуляций. Тарифы на курорте за эти услуги – самые высокие в регионе. Кроме того, и власти города неоднократно выделяли из бюджета средства на помощь бизнесу, чтобы решить эту проблему. Тем не менее, несмотря на судебные решения, обязывающие вывести мусор не исполнены. 28 февраля администрация прекратила отношения с мусоросортировочным заводом и забрала САХ под свое управление. С первого числа управлением САХ занимается администрация города Сочи. Назначен временно исполняющий руководитель. Временно исполняющий Нагаев Дмитрий. Сейчас спецавтохозяйство вывозит все полностью. Центральную часть всех районов зачистили. У нас на площадке сегодня 100 тонн невывезенного, но стремимся и в течение 4-5 дней наладим работу так, что к концу дня на утро все, что завезли, все вывезли. Мусоросортировочный завод теперь исключен из системы утилизации отходов. Мусор будет вывозиться напрямую на полигоны края, в частности в Белореченск. В итоге это позволит сократить тарифы. Руководители мусоросортировочного завода, в свою очередь, не хотят лишиться такого прибыльного бизнеса и предпринимают попытки сохранить свою кабальную для города и жителей схему. Но такие методы работы, когда услуги оплачиваются, а не реализуются, безусловно, никого не устраивают. В первую очередь, самих сочинцев. К слову, не стоит забывать о необходимости заботиться о чистоте улиц и придомовых территорий также управляющим компаниям и самим жителям. Тем более, что курорт сейчас готовится к еще одному важному событию – Кубку конфедераций. В ближайшие два месяца по распоряжению губернатора объявлены периодами наведения порядка в муниципалитетах. за...